Итак, всем добрый день. С вами брокерская компания Финанс. Меня зовут Дмитрий Шигаркин. Я представляю ваше внимание. Наш ежедневный видеобрифинг под рабочим названием «Своя позиция». Напоминаю, что с расписанием всех наших мероприятий можете ознакомиться на сайте brokercap.ru. Записи видеобрифинга выкладываются на нашем канале на YouTube. Тема сегодняшнего видеобрифинга «Иррациональный пессимизм» и ожидания на следующую неделю. По поводу иррационального пессимизма, я думаю, тут особо говорить нечего. Текущая динамика рынков, открытие сегодняшнее и то, что вы сами видите, сейчас полностью оправдывает это название. Прокатилась волна крупных маржин-колов по рынку вчера-сегодня. И, в общем-то, пока взяли рынки передышку и, в общем, я думаю, все может очень даже неплохо закончиться. Так, переходим к рабочему столу. Давайте обсудим последние тенденции на мировых площадках. И постараемся взглянуть на предстоящую неделю и сделать прогнозы, ожидания на предстоящую пятидневку. Переходим к терминалу Bloomberg. И с самого начала хотел бы вам показать один очень интересный график. Об этом вчера пестрили различные западные средства массовой информации, различные блоги. Доходность 10-летних американских трежерис опустилась на исторические милмы 1.7243. Таков уровень доходности американских 10-летних облигаций. Эти бумаги являются, наверное, бенчмарком, то есть ключевым параметром для долгового рынка США. Там, в принципе, ставки доходности на долговом рынке США являются определяющими для стоимости денег в мире, для американского доллара. И вот что мы видим? График с 80-х годов прошлого века на ваших экранах. И четко, очень четко видим такой, наверное, один из самых красивых трендов, наверное, на долговых рынках. Доходность 10-летних бумаг в США двигается в нисходящем канале. И текущая паника на фондовых рынках, которая привела к высокому спросу на защитные бумаги американского казначейства, привела к тому, что доходности приблизились к нижней границе вот этого нисходящего канала, очень и очень долгосрочного канала. Да, тут есть еще потенциал снижения до уровня 1,7, потери еще могут быть по доходостям. То есть фондовый рынок еще имеет шанс, чтобы провалиться чуть-чуть пониже, но текущие уровни очень и очень интересны. И, в принципе, я думаю, что где-то вблизи текущих уровней может последовать очень редкий разворот. Тем не менее, тенденция на мировых рынках все-таки тренд пока нисходящий. Но мы всячески пытаемся найти какие-то сигналы к тому, что последует какой-то разворот именно с точки зрения экономики. Но пока таких сигналов очень и очень мало, но все-таки они существуют. Наша цель вот как раз найти эти сигналы. Но вот долговой рынок США говорит нам о том, что еще немножко осталось и, в принципе, можно надеяться на некий такой разворот. Так, давайте посмотрим еще одну интересную динамику. Нефть бренд сейчас находится под давлением. С начала 2014 года нефтяные котировки по бренду потеряли полпроцента, по американской WTI потеряли 6%. Если мы сравним динамику нефти бренд и динамику российских фондовых индексов с начала 2019 года, то увидим, что бренд провалился у нас на полпроцента с начала года. Российский индекс МОВБ с начала 2012 года потерял уже почти 9%. Индекс РТС потерял 6%. То есть мы видим, что российский рынок смотрится значительно хуже даже нефтяных котировок. Это вот как раз эта неделя резко ухудшила нашу корреляцию с нефтью и смотрелись мы намного хуже всех других. С начала этой недели индекс МОВБ теряет порядка 7%, индекс РТС номинированный в долларах теряет 13%. Мы одни из лидеров падения на рынке. По итогам этой недели российский рынок крайне перепродан. И в принципе любые технические коррекции на внешних площадках, так как по нефти, могут нам помочь очень неплохо. На долговом рынке европейском ситуация выглядит следующим образом. Здесь доходности по испанским десятним бумагам закрепились выше отметки в 6%. 6,3% текущая динамика. Сегодня доходности несколько снижаются. По Италии приблизились к такому депрессивному уровню доходности. 5,7% по испанским десятилеткам. В общем, там ситуация тоже не очень приятная. На самом деле тут, наверное, надо не доходности сейчас смотреть, а на спреды доходностей между доходностями бумаг периферийных стран и Германии. Ну, например, спред между, давайте, наверное, десятилетними бумагами Италии и Германии посмотрим. В общем, насколько я понимаю, сейчас очень близки мы по этому параметру к абсолютным историческим значениям. Да, и как раз, по-моему, я так полагаю, вчера было зафиксировано максимальное историческое расширение спреда между немецкими бундесами и итальянскими десятилетними бумагами. 439 пунктов такого никогда в истории не было. В среднем спред в 2019 году находился в диапазоне порядка от 390-400 пунктов. То есть тут такой пессимизм. С чем это связано? С тем, что, в общем-то, переводятся деньги сейчас в немецкие бумаги. Но это касаемо европейского региона. Спрос на немецкие бумаги очень высок, и доходности по немецким бумагам достигли своих исторических минимумов. Очень интересная ситуация. Там, в общем, крайне низкие значения по доходности, и все это говорит о том, что капитал уходит сейчас в Германию. Ну, в Швейцарию тоже, конечно, уходит. И спрос на бумаги защитные немецкие очень высок. Ну, и спреды по Испании с немецкими бумагами также находятся у своих исторических значений, и здесь, с этой точки зрения, пока, на самом деле, ничего хорошего и нет. Ну, все это на теки паники было, и, ну, надеюсь, что ситуация нормализуется все-таки. Так, про это тоже сказали. То есть долговой рынок, безусловно, нельзя обходить стороной и внимательно-внимательно следить за тем, как усугубляется ситуация на рынке. Так, что еще, что еще. Да, вот, кстати, интересная ситуация вчера была. Вчера размещались десятилетние бумаги США, защищенные от инфляции. Разместились они под отрицательную доходность, по-моему, 0,3% минус. То есть инвесторы вкладывали бумаги, вкладывали деньги в американские десятилетние облигации с отрицательной доходностью, то есть клали деньги с тем условием, что они будут терять каждый год. Вот такая вот интересная ситуация. Все это говорит о том, что, в общем, панические настроения на рынках. Но, тем не менее, как раз-таки на пике паники все-таки заметны покупки больших фондов, акции все-таки покупаются и, возможно, мы все-таки близки к какому-то такому развороту тенденции. Но, в первую очередь, это связано с крайне низкими доходностями по десятилетним бумагам, графикам, которые я вам показывал. Так что ситуация очень интересная. Что нам ждать на следующей неделе? Начнем с экономического календаря американского. В центре внимания в начале следующей недели будут данные по американскому рынку жилья. Мы об этом с вами на этой неделе очень много говорили. Статистика выходит очень хорошая. Деловая активность домостроителей находится на пятилетних максимумах. Ипотека находится, остатки по ипотеке в США находятся на минимумах. И тенденции очень интересные. И рынок недвижимости США, по всей видимости, показывает признаки восстановления. В апреле ожидается продажа на вторичном рынке, как ожидается в апреле, вырастут на 2,9% против провала мартовского на 2,6%. Продажа на первичном рынке, как ожидается, вырастут на 2,1% против провала на 7,1% зафиксированных в марте. Тут еще вероятен пересмотр данных за март. И также может заслужить позитивным триггером. Так что смотрим на рынок жилья американский. Там действительно все достаточно неплохо. Во вторник, в следующий вторник, индекс деловой активности Федерального резервного банка Ричмонда выйдет. Здесь аналитики закладываются на понижение этого параметра. Я напомню, что на этой неделе, в понедельник, публиковался Empire State Manufacturing, индекс деловой активности промышленности Нью-Йорка. Он был позитивным, компоненты были совершенно неплохими. Вчера был опубликован индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии. Считается, что в этом регионе сконцентрирована 1,6% всей промышленности США. Вот на ваших экранах сейчас виден индекс Филифет в разрезе по компонентам. Сам индекс скатился на отрицательную территорию, минус 5,8 пунктов он рисовал. Экономисты ожидали прироста до 10 пунктов. В апреле было зафиксировано значение 8,5. В целом тенденции начали меняться еще с марта 2012 года, когда мы уже начали в губин стучать о том, что ситуация меняется в экономике, в неприятную сторону. И вот по Филифет ситуация действительно ухудшилась. Показатель новой заказа ушел на отрицательную территорию. Поставки напротив чуть-чуть подросли. Занятость ушла также на отрицательную территорию. И в общем ничего здесь хорошего такого особого в этом отчете нет. И была зафиксирована такая резкая значительная диригенция между индексом Empire State по региону Нью-Йорк и Филадельфии. Это такие ключевые регионы. И один из них показал очень сильный рост. Это я про Нью-Йорк говорю. Да, Филадельфия вчера показала резкое снижение на этом графике. И хорошо видно вот это вот расхождение. В общем, я думаю, на сайте через пару часиков этот будет опубликован пост. Но пока на моей страничке Лайджернл можете ознакомиться более подробно. Вот у нас серая линия. Это индекс Филадельфии, который ушел ниже ватерлинии 50 пунктов. Точнее не 50 пунктов, а ниже нуля. И розовая, точнее черная линия, это индекс Empire State, который напротив показал восстановление. Практически достиг максимумов 2012 года. А регион Филадельфии, по-моему, зафиксировал 5-месячные минимумы. То есть такое серьезное расхождение между динамикой индексов. На этом же графике изображена динамика индекса ISM Manufacturing. ISM Manufacturing это индекс общей национальной деловой активности США. Он публикуется в первых числах каждого месяца. И за две недели до публикации индекса, за следующий месяц как раз выходят региональные индексы. Вот на этой неделе как раз Нью-Йорк отчитался, Филадельфия. На следующей неделе продолжат отчитываться американские регионы. Ну, в общем, подробно про Philifetz, пожалуйста, на страничке LiveJournal опубликованы все графики. Довольно интересные и показательные. Так, что дальше у нас? В четверг достаточно интересный день будет для Америки с точки зрения макроэкономического календаря. Заказаны товары длительного пользования, которые ждут в апреле роста на 0,8%. После довольно значительного провала в марте, но отмечим, что это значительный провал был во многом из-за снижения заказов, по-моему, у Боинга. То есть там один Боинг перекроил полностью этот параметр в марте. И, в общем-то, здесь на самом деле никакой трагедии-то и не было. Также в четверг следующий выйдет индекс производственной активности в регионе Канзас-Сити. Здесь пока прогнозы аналитики не ставят никакие, но, в общем, посмотрим, как будет все выходить. Ну и, в общем-то, и все. То есть в Америке очень важен вторник и среда с точки зрения данных по американскому рынку жилья и четверг с точки зрения параметра заказа на товары длительного пользования. Плюс будут выходить у нас индексы деловой активности по регионам, по нескольким регионам американским. В понедельник американский макроэкономический календарь будет относительно пустын. То есть ничего такого публиковаться не будет в понедельник, поэтому будем продолжать идеи сегодняшнего дня. Ну, идея сегодняшнего дня ключевая, безусловно, это начало обращения акции Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже. Очень интересно, как состоится первый день торгов этими акциями. Подробно про финансовое состояние компании Facebook и финансовые коэффициенты мы обсуждали с вами вчера во видеобрифинге «Своя позиция». Кому интересно, можете посмотреть на запись на YouTube. Так, с точки зрения Европы, что нам ждать на следующей неделе? Понедельник также будет относительно пустым с точки зрения макроэкономического календаря. То есть тут тоже все пусто. Во вторник тоже ничего интересного по Европе не будет. В среду, по-моему, тоже ничего интересного. Вот ключевой день для европейского экономики, публикации данных, будет четверг. Будет четверг. Здесь обращаем внимание ваше на данные по индексам деловой активности, предварительным по Франции, по Германии и по ЕС. Напомню, что индексы PMI Manufacturing в апреле неожиданно показали очень низкие значения по Европе. И, в общем-то, на этих данных мы начали валиться. Европа начала очень сильно валиться. Делая активность промышленности Европы скатывается вниз и находится существенно ниже 50 пунктов. Это вот разворотные точки. Но, согласно ожиданиям, в мае индекс производственной активности промышленности Франции несколько подрастет относительно апреля. По Германии также ожидается незначительное повышение по индексу PMI. И в целом по Европе, по промышленности также ожидается небольшой-небольшой отскок. То есть, в принципе, пока рынок закладывается на том, что деловая активность промышленности Европы нащупала дно в апреле, в мае. И, возможно, там какие-то признаки восстановления будут намечаться. Но посмотрим. В общем, предварительная статистика по PMI очень много будет значить, с моей точки зрения, на следующей неделе. Данные выйдут в следующий четверг. Так, в общем-то, на самом деле, по Европе и все. Там больше ничего такого интересного не будет. Так что ключевой день для Европы – это у нас четверг. Теперь смотрим на государственные аукционы, на долговые аукционы. Сразу отмечу, что на следующей неделе большие размещения предстоят от американцев. Здесь со вторника начнутся размещения. Вторник, среда, четверг будут размещаться бумаги общим объемом, дай бог мне не ошибиться, 35 плюс 35 – 70. Плюс 29 на 100 миллиардов долларов практически. Размещение американского казначительства начнется во вторник, 22 мая. С аукциона по размещению двухлетних нот на 35 миллиардов долларов. Вечером, напомню, все аукционы проходят по московскому времени в 21.00. В среду будут размещаться пятилетние бумаги на объемом 35 миллиардов долларов. И в четверг семилетние на 29 миллиардов долларов. То есть такой совокупный объем размещений очень и очень большой. С тем учетом, что такой пессимизм царит на мировых фондовых рынках. И, в общем-то, спрос на американские бумаги может быть достаточно высоким. Так что я бы это фактором риска бы назвал на самом деле эти размещения. Плюс по Европе у нас в понедельник размещаются немцы на 3 миллиарда. Я ожидаю большого спроса на немецкие бумаги. Это в том случае, если спрос действительно будет очень высоким и доходности низким, это будет означать уход инвесторов от риска. Потому что немецкие бумаги являются защитными сейчас в текущих условиях, тем более в Европе. По Испании также намечен один аукцион. Если я не ошибаюсь, он состоится 22-го числа. 22-е число, это у нас будет вторник следующий. А так в целом по Европе больше ничего интересного не будет. У нас 22-го числа испанцы размещают 3-месячные, 6-месячные векселя. В общем, тоже интересный будет аукцион. Так, с этой точки зрения вроде бы все. Так, и закончить надо Китая. Закончить надо Китаем. По Китаю в следующий четверг будет опубликован индекс PMI Manufacturing, который рассчитывает банк HSBC. Напомню, банк HSBC рассматривает ситуацию в малых и средних предприятиях Китая. То есть государственная компания не охватывает. Напомню, что в апреле индекс HSBC PMI зафиксировал значение 49,3 пункта, что ниже 50 пунктов, которые являются водоразделом для этого индикатора. То есть пока деловая активность в малых и средних предприятиях Китая с точки зрения расчета банка HSBC снижается. Но индекс PMI, рассчитанный официальными органами статистики, уже который месяц говорит нам о том, что деловая активность в Китае, производственная активность в Китае растет. Вот такая диверденция есть между индексом PMI и HSBC и индексом PMI от официальных органов власти Китая. Так что в четверг утром ждем статистики по Китаю. Безусловно, будет влиять на ход торгов. Так что, в принципе, ключевой день с точки зрения макроэкономического календаря на следующей неделе, это, безусловно, четверг. Там по Европе много всего выходит, по США и по Китаю. Вот такой вот день. А понедельник день пустой будет совершенно. Так, про это вроде тоже я сказал. В общем-то и все. Что еще хорошего вообще по рынку надо, кстати, отметить? Вчера выходили данные позитивные по ВВП Японии. Мы тоже вчера это с вами обсуждали. Тут на LiveJournal и на сайте brokercap.ru есть небольшая подборка графиков. ВВП японский в первом квартале показал очень хороший рост на 1%. Очень хорошо выросло промышленное производство. В общем-то Япония восстанавливается после катастрофы, которая произошла в стране в марте 2011 года. Это что касается азиатской истории. То есть Япония пока очень уверенно смотрится. Плюс по Китаю, что надо сказать, несмотря на негативные тенденции в экономике, правительство возможно уже в следующем месяце пойдет на понижение учетной ставки. Об этом сегодня говорили официальные власти страны. Не помню, правда, кто. Но, в общем-то, напоминаю, что в прошлую субботу понизили нормы банковского резервирования на 50 базисных пунктов. Это один из шагов по смягчению денежно-кредитной политики. И речь уже идет в ближайшем будущем о снижении самой учетной ставки, наверное, ключевого параметра в денежно-кредитной политике Китая. Это тоже интересные шаги. Плюс обсуждаются какие-то меры по стимулированию внутреннего спроса. Поэтому очень ждем каких-то мер от китайских властей. И эти меры могут несколько развернуть ситуацию в экономике Китая, которая является второй по размеру в мире. Так что не все так плохо, с моей точки зрения. Возможно, все еще изменится. Будем искать разворотные какие-то точки в экономике. Так, в общем, на этом, наверное, все. На этом все. Неделю следующую мы с вами обсудили. На российском рынке что там у нас происходит. Да, российский рынок отскакивает. Волна маржин-колов, по всей видимости, сошла на нет. Протестировали российские рынки минимумы прошлого года. Это уровень 1250 пунктов по индексу МОВБ. И это уровень, а нет, а РТС мы еще не протестировали минимум. Но там область такая хорошая, тоже 1250 пунктов по индексу РТС. Да, 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 да. Вероятность технического отскока, наверное, сейчас очень сильно высока. Хотя мы его и вчера ожидали. По факту получили минус 5 процентов. Поэтому прогнозы мои не слушайте. Тут ситуация очень интересная. Будьте аккуратны. С торговлей исключительно внутри дня. В общем, как-то так. Все. Завершаю наше мероприятие дневное. Все большое спасибо за внимание. До 17.00 какие данные будут? Да никаких данных особо сегодня не будет. Поэтому, в общем, день чисто такой технический, день теханализа, день отскочистов. Фундаментальных никаких данных рынок получать не будет. Все. Всем большое спасибо за внимание. Встретимся с вами в среду. Меня в понедельник торговать не будет. Поэтому в среду в 12 часов присоединяйтесь к видеобритингу. Своя позиция. Будьте аккуратны. Всем удачных выходных. До свидания.